добрый день дорогие друзья как и обещал продолжают съемку по работе с восстановлением работы одометра на спидометре volvo 740 но перед тем как разобрать свою панель я вам сейчас покажу еще пару фишек которые будут может быть кому-нибудь полезны кстати взял еще помощнее фигурную отверточку надеюсь как снять приборную панель с торпеда знают все кто не знает снимается вот здесь вот около регулятора часов и около регулятора подсветки есть заглушки снимаете там просто два болта под отвертку крестообразную просто выкручиваете вытягиваете панель на себя и вверх от руля выводите и все и снимаете штикера сзади все панель снята так теперь чем хотелось бы рассказать сразу моим полезно во первых допустим есть у вас какой-нибудь пробег вот здесь естественно его скидывать этого я просто его прокрутил легко то что его разбирал уже вы хотите его смотать на ноль ну допустим вы там перебрали моторы хотите чтобы у вас он там а два одометра были на нулях естественно сидеть сматывать вот так за одну шестеренку это очень долго поэтому также берете как предыдущем видео я показывал насадочку вот вот когда и вот здесь вот ось не боясью выдвигаете очень извиняюсь вот он это вот выдвигаете и она легко выдвигается не до конца не полностью с одной стороны просто приподнимаете и вверх и все можно аннулить все показатели и второе что им хотел рассказать это как добраться до моторчика спидометра раз уже разобрались с донора спидометра м сейчас покажу это очень все быстро сейчас только выкладку вправлю в ручку и продолжу съемку так берем выкладку извиняюсь что прерывать снимаю сам поэтому одной рукой работать неудобно но что есть то есть вот в этом месте с одной и другой стороны то есть четыре есть таких как они зажимчик не зажимчик вот 1 2 переворачиваем спидометр 3 и 4 и вот их просто нажимаете аккуратненько чтобы не отломать эти ушки и моторчик выдвигается вниз но предварительно не забудьте отключить провода которые здесь я показывал предыдущем видео как они отключаются сейчас я отсоединю моторчик и посмотрим вот их нажал и они он сразу моторчик выпал вот все вот так достается моторчик на спидометр то есть очень просто не вот вот эти лапки торчат вот с этой стороны 2 с этой стороны по бокам их нажимаете он высовывается так теперь давайте перейдем к разборке панели и выяснения что у нас неисправная либо моторчик либо непосредственно сами шестерни конечно хотелось бы сделать побыстрее полегче поменяем мы сначала шестерни проверить я вам сейчас покажу как то все проверить в чем неисправность вот отложим пока донора в сторону и разборки панели как раз кто-то у меня спрашивал по поводу моей колхозной подсветки у меня там светодиодная лента все светится красиво но так как с меня пайщик никакой поэтому все так вот на колхожем на проводах конец светодиодной ленты у меня оказался с этой стороны советую вам прокладывать начинать начинать про я прокладывать начал с этой стороны конец сказал все мне здесь советуем делать наоборот начинать прокладывать вот датчик топлива и выйти к датчику температуры так как светодиодная лента будет работать только от крайнего цоколя подсветки от этих нет одного она не работает пробовалось Не от этого, не от этого, не от этого Только от крайнего, который ближе к регулятору яркости Тогда и яркость регулируется Светодиодные ленты Они вполне легко Переживают регулировку Сейчас мы о чем потихоньку разбирать Потихоньку раскручивать все эти болтики Которые видны Вот этот не нужен Вот по периметру болтики Чтобы нам снять вот эту белую крышку Со спидометров Со всеми делами Отсадить от самого корпуса Так, вот я разобрал панель Открутил все болтики Советую вам их выложить в порядке В котором они будут собираться Потому как Длина у них разная Потом будете просто намучиваться И понял, что сейчас возникнет у меня проблемка Из-за светодиодной ленты Так как она, да нет, не должно Там была в некоторых местах приклеена Только Клеем Сейчас наша задача Открутить спидометр Чтобы открутить спидометр Нам опять же надо Перевернуть панель Перевернуть панель И аккуратненько открутить Вот этих четыре болта Раз, два, три и четыре Тогда он выйдет в обратную сторону Тоже надо аккуратнее Так как там есть фишечки тоненькие Которые расположены вот на этой панели Вот этих четыре, пять штук Чтобы их не обломать Давайте открутим Так, вот я чуть-чуть помучился и достал Вот так как светодиодная лента его зажимала Пришлось чуть-чуть помучиться Панель откладываем в сторону Поговорим о том, как аккуратненько снять стрелку Чтобы не нарушить там ничего Смотрите, вот здесь Тоненькая-тоненькая иголочка торчит Если ее обломать Хотя бы чуть-чуть Стрелка будет либо пробуксовать, либо плохо держаться Поэтому берете за стрелку И, значит, поворачиваете ее Сейчас Против часовой стрелки То есть на минус Аккуратненько подтягивая вверх То есть пол оборотика чуть-чуть Тык и слазит И потом циферблат Берете за вот этот уголочек И аккуратненько тянете И он тут на какой-то клейкой основе снимается Сразу кто хочет снять отсюда светофильтр Не советую этого делать Я пробовал снимать жидкостью для снятия лака Малейшая капля, попавшая на циферблат Смывает черное покрытие Получается, что зря Так, теперь наша задача в следующем стоит Проверить, что у нас не рабочее Смотрю, у нас искачил вот этот Сбрасыватель одометра Ну давайте, нам теперь надо что? Как и в прошлый раз Открутить три болта здесь Снять крышку И открутить моторчик Проверить шестерни, проверить моторчик Проверить все сопротивления Посмотреть визуально Хотя бы они рассыпались И найти причину И устранить причину неработы одометра Давайте я все разберу И вернусь к вам обратно Ну что, дорогие друзья Я разобрал и сразу обнаружилась Причина неработы одометра Как я и предполагал Это маленькая шестерня Вот я сейчас сфокусирую Вот видите, ну как, сфокусирую Опять же на топ-3 хрен ты что тут сфокусируешь Ну, видно невооруженным глазом То, что у нас обломаны вот здесь зубцы Соответственно, это клей мотора И как бы не хотелось бы Но может, возможно, он сгорел Будем надеяться на лучшее То, что моторчик рабочий Проверить, проверить Работоспособный шестерень Сейчас я вам покажу Смотрите, одеваем мы ее обратно Одеваем втулочкой вверх Здесь есть выступ на этой шестерне На маленькой С одной стороны Сейчас я вам опять же попробую Это все показать Вот выступ Им надо одевать вверх Вот, то есть, вот так Вот, давайте я сейчас соберу Возьму спидометр с донора Потому что здесь провода не высунули Вот так Положу его Сейчас, секундочку, настроюсь И вернусь обратно к вам Так, что я сделал Я взял ротор с моторчика Собрал это все как положено И теперь мы просто вставляем ее В спидометр И пытаемся крутить Вот я его кручу Конечно, неудобно Но, короче, ничего не работает Если собирать с хорошей шестерень Все заработает Ладно, неважно Это мелочи жизни Начинаю я уже тут Ну и теперь мы берем просто Шестерню с донора Я возьму сразу и большую, и маленькую Потому что неизвестно, что у нас Тут, тут еще плюс Там же обороты большие Типа балансира сделано Написано 007 Хоть и там, хоть и там Но, тем не менее Эта пара уже притерлась Как бы друг к другу Сравниваем сразу Якоря Возьмем с донора Посмотрим То есть все у нас одинаковое Поэтому Собираем Одометр Убираем Старую шестерню Так что запомните Это вот первая причина По которой отказывают Одометры Ну, в принципе, наверное, и все Сейчас я это все соберу И установлю на машину И надеюсь, все заработает Всем спасибо за внимание С вами был Славян Надеюсь, кому-то помог Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал До новых встреч